визави с миром автор и ведущий армен агнисян добрый день дмитрий евгеньевич сорокин заместитель директор института экономики российской академии наук и член корреспондент этой академии ну и к тому же заведующий каферой финансового университета при правительстве россии добрый день спасибо что пришли к нам добрый день экономика у нас сегодня стучится в каждый дом и в каждое окно экономика стала чем-то таким что уже не воспринимается как наука вот вам не кажется что экономическая грамотность людей во времена кризиса она повышается все начинает как-то вникать в некоторые понятия ну пусть поверхностно но все-таки несравнимо по сравнению с тем что было до конец согласен согласен безусловно и вот вопросы наши сегодня об этом говорят но у меня такой общий философский вопрос недавно я гляжу вот у вас там лежит академический тоже журнал вопросы экономики есть это будет просто как член ряд коллегии только что прислали я захватил почитать а вы еще и член коллеги вот я так думаю что если я буду причислять все ваши регалии да они на пол передачи за ну так вот есть такой же серьезный толстый академический журнал вопросы философии есть такой или и не сомневаюсь потому что они сегодня обращаются тоже к проблемам экономики вообще знаменательно что не только вопросы экономики но и вопросы философии потому что экономика уже пронизывает у нас все и вот там была очень интересная статья господина фрункина который так называлась что будет после капитализма вопрос ставился так скажем в таком может быть несколько риторическом плане но о чем примечательна статья она дала все возможные взгляды которые сегодня есть которые так скажем пытаются ответить на этот вопрос что же будет после капитализма обязательно будет лишь что-нибудь после него и там самые разные точки зрения но одна точка зрения что ничего не будет что будет все тот же капитализм только измененной с большим участием государства но это мы читали другое что на смену капитализма все-таки может прийти такой строй в котором будет больше социализма больше социальной ответственности хотя социалисты я дискредитировал очень интересная мысль о том что поскольку социализм себя дискредитировал капитализм себя дискредитируем, то, и сейчас к этому, кстати, учению большой интерес придет анархизм. Ну, не анархизм, как мы привыкли, да, в наших фильмах. Мать порядка, там, стильняшка и матрос, а читает Кропоткина, Штирмера и многих других философов и экономистов, которые к анархизму подходили несколько иначе. Есть теории корпоративного хозяйства, что там будет акцент именно на кооператив, на кондайдминиум и прочее, прочее, прочее. Есть даже такие, которые говорят, что придет какая-то такая особая сетевая постиндустриальная демократия. Правда, автор иронично, наверное, замечает. Ну, хорошо кушать, и все равно захотят. Индустриализм какой-то нужен. И вот, и так далее, etc. Так вот, у меня к вам вопрос. А как вы думаете, с высоты экономических теорий, современных теорий и альтернатив, что все-таки будет после капитализма, если это после будет? Я понял вопрос. Вы знаете, я очень рад, что такой вопрос задан, потому что вот если экономическая наука XIX века, начало XX века сдавалась вот именно такими вопросами, то если сегодня почитать вот наши экономические ведущие журналы и то, что называют мейнстрим экономическая наука, она занимается частностями, а не вопросами, как эволюционирует вся система социально-экономическая, а значит, эволюционирует общество. Очень хорошо, что такие вопросы сегодня возникают, отсюда возвращается интерес к тому, что является предметом такой науки, которая для нас, экономистов, называется политическая экономия. Так вот, ну а теперь, что касается существа вопроса. Вы знаете, вот я разделяю позицию, ну, не то, что разделяю, я тоже сформулировал эту позицию, позицию, которая была неоднократно сформулирована моим учителем и директором института экономики, академиком Абалкиным Леонидом Ивановичем. Вы понимаете, когда вы задаете вопрос, что будет после капитализма, ведь неизбежен вопрос, а что вы понимаете под капитализм? Ведь сам термин капитализм, как известно, возник там 18-19, ну, где-то там возник, так? И это термин, который описывал определенное состояние общества, вот это состояние капитализма. Что же это за состояние? Это общество, жестко разделенное на два класса. Ну, иногда говорят, три класса. Класс землевладельцев, класс собственных средств производства и пролетариат. Напомню, пролетариат это не просто рабочий класс. Это рабочий класс, который не имеет никакой собственности. И потому ему нечего терять. Такое было, было такое. Это общество, экономические законы, которые ведут обязательно к дифференциации, то, что назывался закон относительно абсолютного обнищания, он действовал, это закон. Это общество, ряд других таких же показателей и, так сказать, индикаторов, которые говорили, вот это капитализм. Вопрос. Сегодня в тех странах, которые называются наиболее развитыми социально-экономическими, отвечают ли они тем критериям, которые в совокупности дают термин капитализм. Ответ не отвечает. Ну, если не так ловочный, пролетариата нет, вы хотите сказать. А что, сегодня есть класс, я же не говорю, понимаете, в любом обществе есть такая там социальная группа, страта, как там социологи называют, люди, которые, так сказать, маргинальные слои, ну, как мы говорим, бомжи там, да, без определенного места жительства, без определенных занятий, они есть. Но это не класс. Я подчеркиваю, пролетариат, это не рабочий класс. В научном смысле пролетариат, это такой рабочий класс, который лишен всякой другой собственности. Ну, кроме самой минимальной необходимой для жизни. Да, понятно. И причем это личное ограничено только задачами воспроизводства рабочей силы, способности к труду и только. Разве сегодня... Обороне и обороне. Способности к труду и обороне. Вот. Разве сегодня такой рабочий класс? Разве он лишен собственности? Разве сегодня не послучает какой-то термин средний класс? Правильно? То есть, мы сегодня говорим о том, что сегодняшние те страны, которые, ну, находятся наиболее развиты, экономически развиты и прочее, они уже давно не отвечают этому термину. Это термин, социализм, капитализм, это термин, который описывал состояние общества того века, прошлых веков. Мы сегодня уже получили посткапитализм. Вопрос, как будет развиваться современное общество? Ну, нельзя современные, высокоразвитые страны, европейские, североамериканские, там, Японию тоже, назвать капиталистическими, по классическим, политико-экономическим критериям капиталистичности. Вопрос, как они дальше будут развиваться? Пока, пока, они развиваются в сторону того, что мы, скажем так, об обществлении, об обществлении производства. Вы понимаете, вот... Ну, то есть, больше социализма. Да, вот, социализм опять. Вот, вы упомянули насчет того, как там в кино, да, там, анархизм. Ну, ведь, понимаете, как говорили о том, что Марс провозгласил уничтожение частной собственности, ну, это же неправда. Но нигде этого нет. Как минимум, это неточный перевод. Марс говорил о серьезном философском понятии снятия. Из гегелевской философии снятия. Снятие часов. Ну, а чтобы быть проще нашим слушателям, я скажу следующее. Вот сегодня не так давно прошло сообщение о том, что одна китайская компания хочет купить контрольный пакет акций одной из крупнейших американских компаний по производству свинины. Ну, 60% потребляемого в Китае мясо это свинина, национальный продукт потребления. Так вот, сегодня комиссия частная... Погодите, это мой пакет. Я кому хочу, тому и продам. Это моя частная собственность. Так нет. Сегодня комиссия американского конгресса специальная решает вопрос разрешить одному частному собственнику продать другому с точки... Решает вопрос с точки зрения интересов национальной безопасности США. Это при всех международных конвенциях. Или, например, или простой пример. Вот частный фермер, земля, все в тех же штатах, да, решил уйти от дел, продать свою землю. Кому хочешь, если эта земля внесена в земельный кадастр, как земля сельскохозяйственная, товарное хозяйство, сельскохозяйственный рынок, он сможет продать ее либо такому же фермеру, или там корпорации, ну, в общем, профессионалам продать. Который в этой области специализирует. Либо, скорее всего, он не будет этому учить. Он продаст земельному банку эту землю, получит рыночную цену, все, но тот потом передаст, вы поняли, кому? А не любой желающий. Иди, купи и становись фермером. Вот так. И этого скажется, что это частная собственность. Это новые механизмы сочетания интересов личности и интересов общества. От общества общины вы не можете построить какой хотите дом на своем участке в маленьком английском или каком любом городке. Ну, вы же это понимаете, да? Да. Вы должны согласовать с интересами общины. Хотя участок, во что хочу, это казалось бы. У нас очень примитивные часто понятия. То есть, мы идем в сторону обобществовления пока еще. Только это не совсем тот социализм, который мы называли социализмом. Потому что, я напомню, в свое время тот же Маркс писал, если считать государственную собственность социализмом, то тогда главный социализм это бисмарк, который сделал табачную промышленность Германии государственной. Никогда марксизм не отождествлял государственную собственность с общественной. — Спасибо. То есть вы хотите сказать, что если у государства всё больше и больше государственной собственности, то это не признак расширения сферы социалистической производства, скажем так. — Вот когда наряду с государством возникают мощные институты гражданского общества, без оглядки на которые никакое государство не сможет действовать, есть интересы собственников, есть интересы государства, есть интересы общества. — Хорошо, а народный капитализм, когда многим принадлежит часть акций в большом или малом бизнесе, это что, ближе к капитализму или ближе к социализму, к обществлённому, как вы говорите? — Ну, в своё время, если уж так говорить, мы уж помянули, Маркс и Марс говорил о том, что появление первых акционерных обществ — это некие ростки об обществлении, это некие ростки. — Но тут я всё-таки, скорее, я вижу вот то, что всё больше возникает институтов, которые, ну вот когда общество потребителей заставляет крупнейшую корпорацию отозвать на десятки, на сотни миллионов своих автомобилей, не государство, не суд, а общество потребителей, говорят, либо в суд, либо отзови, и она добровольно отзывает, там что-то переделывает, это что? — Это и есть процесс общественного самоуправления или об обществлении. — Да знаете, вы сейчас говорите, в общем, такие страшные вещи, вот там, скажем, для целой части нашей интеллигенции, потому что наша интеллигенция в значительной части считает, что гражданское общество — это выяснение отношения со властью, и больше ничего, а это не чистота в подъездах, это не борьба за интересы потребителей или экологии, у них всё вот так в очень такой узкий коридор это уходит. И могут самые ярые активисты борьбы за гражданское общество жить в хлеву, совершенно не обращая внимания, без всякого сострадания, к детям, вокруг которых матерятся, вокруг которых плюются, курят, а зато выйти и говорить о том, что у вас какая власть. Так что вы совершенно правы, я вот с этого, кстати, экономического угла, роли гражданского общества как-то мало рассматриваем, и в своей передаче я об этом мало говорю, вы затронули очень интересный аспект. — Ну, давайте когда-нибудь поговорим. — Да, гражданское общество как защищающий интересы потребителей в экономической производственной сфере. — Что возникает, почему? — Всё, замётано, как говорят. — Замётано. — Хорошо, ну а теперь вопросы слушателей, а то будем их обижать, а они будут на нас обижаться. — Вот смотрите, из Санкт-Петербурга вопрос. Недавно прошла информация о том, что Россия поднялась на шесть строчек в мировом рейтинге конкурентоспособности, составленной швейцарской исследовательской группой IMD. Ну вот прокомментируйте, пожалуйста, что это означает. Хорошо, это плохо, и за счёт чат-бома. — Вы знаете, вот я к вам приехал, вот вы упомянули, что я заведующий кафедре, и сегодня мои студенты защищали дипломы. И вот первый диплом, который был как раз о проблемах конкурентоспособности России. — А теперь вы попали в положение. — Нет-нет-нет, а я вопрос-то ваш заранее прочитал, вообще говоря. — А, вот так вот. — Да. Ну и вот студент, который защищал диплом, показывает слайд, вот показывает как раз вот этот вот рейтинг IMD, и там стояло 54-е место. Я ему сразу даю вопрос, а за какой год вы показываете? Оказывается, он даёт там начало, ну, где-то середина 2000-х годов. Я говорю, а вы знаете, что сейчас вот по 13-му году, что же, говорю, не посмотрели в интернет, в 13-м году 42-е место, как вы считаете? Я задам ему вопрос, как вы считаете? А почему мы так вдруг начали подниматься? Вы знаете, что мне студенты ответили? Это очень интересно. Он говорит, ну как же, говорит, ведь наш президент поставил задачу войти в 20-ку по этому рейтингу. Вот и поднимаемся. Видимо, дал указание. Ну, а если по-серьёзному, я хочу сказать следующее. Ну, я оставлю за кадром своё отношение к этим рейтингам, но хочу сказать следующее. Да, действительно, мы поднялись. Только я хочу напомнить, что в 2004-м году, вот по этому рейтингу IMD, мы были на 41-м месте. В каком году? В 2004-м. А потом скатились к 58-му. А сейчас, как вы правильно сказали, к 42-му. Что изменилось? Отвечу. Не случайно мы в 2008-м, 2009-м поднимались и в 2010-м, 2011-м в Европе поэкономические. Там четыре группы показателей. Одна из них экономические, там состояние государства, группа показателей, ряд ещё. Тут поэкономическим показателям мы с вами знаем, что происходит в 2009-2011 год Европе. Европейские страны покатились назад, а у нас экономика всё-таки устойчиво, стабильна. Пусть немножко, снизились темпы, мы, наверное, об этом поговорим, но она растёт. Всё, вы тут же выскочили вперёд за счёт того, что Европа откатилась назад. Все остальные показатели, состояние государства, там ряд ещё, ничего у нас не изменилось. То есть мы выскочили вперёд только потому, что Европа откатилась назад за последние три года. Причём мы ещё не достигли уровня 2004-го года, там было 41-е место. Да, и вот мы где-то разместились между Латвией и Перу. Да, ну вообще у меня, я, кстати говоря, чтобы наши слушатели знали, а что это в таком конкретно, что означает этот рейтинг АНД? Вот вы сказали, что вы относитесь иронически, как скептически. Чтобы было понятно, содержание. Это рейтинг, который оценивает способность национальной экономики создавать и поддерживать среду, в которой возникает конкурентоспособный бизнес. Точка. Вот что показывает рейтинг АНД. То есть вот в этой стране ситуация такая, что здесь более благоприятны условия для создания конкурентоспособности, неважно в какой сфере, в производстве водки, ещё что-то или ракеты. Хорошо, а я сейчас скажу так, что всё-таки я считаю, вот мой такой оптимистический взгляд, конечно, не такого глубокого профессионала, но всё-таки, беседуя с вами профессионалами, звучали такие мнения, которые, в общем, надо прислушаться. Это всё-таки вот начатки развития евразийской интеграции. Это дик по этому рейтингу? Или никакого отношения не имеют? Среди тех показателей, которые там есть, там такого показателя я не нашёл, по крайней мере. Нет, я косвенное влияние не имею в виду, прямого влияния на, потому что это, в конце концов, союз, будущий союз. Но могло это косвенно влиять? Я имею в виду рост товарооборота, упрощение, упрощение, кстати, таможенных всех процедур. Ну да, только не для вас. Теперь в магазинах свободной торговли граждане таможенного союза не могут пользоваться в аэропортах этими магазинами текст-фри. Ну да, ну да, но я не думаю, что... Имейте в виду, я только что летел из Казахстана, и мне коротко и ясно продавщица объяснила. Ну, тем не менее, это, думаю, не влияет на конкурентоспособность. Можем мы купить или нет. Но всё-таки, я думаю, какое-то косвенное влияние может быть. Ну, наверное, но я ещё раз говорю, главная причина, расчёты показывает, проводилась Европа, а у нас стабильно. Всё. Я это вернулся к вашему студенту. В логике этого ответа, может быть, содержалась эта идея евразийства. Итак, Волгоград. Вопрос. У нас в последнее время стало модным рассуждать в прессе о том, что российская экономика однобока, что сидим на нефтяной игле, что производство, если не падает, уж точно развивается очень малыми темпами. Вообще, всё совсем не оптимистично. А что видят в нашей экономике учёные-специалисты? Что происходит реально? Итак. Ну, во-первых, я хочу, уважаемые слушатели, поправить. Видимо, он из молодого поколения. Профессионалы-экономисты знают, что об этом и не скрываясь, и говорилось, и писалось, да и вы, Армен, тоже это знаете, ещё в 70-е годы сдвиг в топ-энергетический комплекс, и мы эту проблему ещё при советской власти пытались решить, не решили. Это звучит с высоких трибун, как вы говорили тогда, так и сейчас. И сейчас, то есть это, а ещё она вообще очень древняя проблема, это первое, мы сидим, там игла только менялась, разные, как говорится, были продукты, но смысл был такой, сырьевая экономика. Значит, что касается сейчас, да, сейчас откровенно скажу, вот разные, вы знаете, есть разные экономические школы, друг друга зачастую, так сказать, неприемлющие, но в одном они сходятся, что очень достаточно тревожная ситуация сложилась. Вот вы смотрите, что происходит сейчас реально в нашей экономике. До сих пор я могу показать ряд, начиная с 70-х годов, как темпы экономического роста зависят от динамики цен на основные наши сырьевые товары, нефть, на мировых цен, нефть, газ, металлы. Вот прям совпадает динамика. Ну, вы, наверное, знаете, что недавно прошло целое саре совещаний, и у президента, и у премьера связаны с замедлением темпов роста. Да. Эксперт так же делает, нам нельзя иметь меньше 2-3 процентов роста. Потому что 2-3 процента, у нас не хватит средств даже на то, чтобы поддержать существующую ситуацию, понимаете, не то, чтобы наращивать что-то. Ну, как в Китае, да. Значит, прогноз, ожидаемый результат этого года 2,4 процента. 2,4, в то время, как, как говорится, по прогнозу в начале года, мы планировали 3,7, а сейчас 2,4, понимаете, мы на треть падаем, снижаем прогноз. В чём дело, что цены на нефть упали. И вот тут мы видим очень интересную картину. Мы планировали вырасти в 2013 году на 3,7 процента. При цене на нефть, нашу нефть, это сам Юрлс, 97 долларов за баррель. А она сейчас, ожидаемая средняя по этому году, 105. То есть, выше чем, и по идее темп выше, а мы говорим 2,4. А в чём же дело? А потому что мы видим, инвестиции в основной капитал, ну, инвестиции в бизнес, по сути дела, который даёт главный рост, они сократились на 60 процентов с лишним в этом году от прогнозируемых. Соответственно, темп роста промышленности наполовину от прогнозируемого сокращается в этом году. Соответственно, реальные доходы, нет, они вырастут. Только примерно на 20 процентов меньше, значит, покупательский спрос меньше. Вы понимаете? Начали работать против нас те внутренние наши причины, о которых мы говорили. И уже, видите, нефть растёт, а мы, нет, мы растём. Только мы растём уже теми темпами, которые никого не устраивают. А это уже и не случайно на этом заседании. Медведев абсолютно правильно сказал. Главные угрозы. У нас любят писать европейские, главные угрозы у нас сейчас не внешние, а внутренние. Я абсолютно разделяю точку зрения. А в сфере Непутова не повлияло на эту ситуацию с инвестированием? Вы знаете, вот я, у многих, я, как говорится, мониторю эту ситуацию для себя просто. В конце концов, значит, на сегодняшний день ни один из специалистов, который мониторит эту ситуацию, не может сказать, что как-то на нас повлияло. Ну, вот смотрите. Ни в негатив, ни в позитив. Да, ну, вот тут единственное, что можно сказать. Вот смотрите. Прошедший 12-й год. Из них 8 месяцев мы были в ВТО. То есть большую часть года. Темп прироста импорта. Мы всё боялись. Нас завалили сейчас импортом. Всё снизится, поехали. Ну, снизилось там всё. Темп прироста импорта 2 с небольшим процентом, чтобы было понятно. Но за год, 12-й. Это самый маленький прирост импорта за все 20 с лишним лет существования России. Спасибо, спасибо. Понятно. Ну, кстати, на совещании в правительстве господин Белоусов, министр, министерство экономического развития, он дал прогноз, но, кстати, он там прогнозирует падение цены на нефть ниже 97, там где-то называлось цифру 80, насколько я помню. Это шоковый вариант. Это стрессовый шоковый вариант. И сокращение... Не прогнозирует. Это тестирование экономики на ситуацию 80%. Прогнозов таких нет. Консенсус прогнозов около 100%. И сокращение потребления газа на 10% в связи с рецессией европейской, ну и общеэкономической. Ещё как бы остаточное явление кризиса. Но сейчас, совсем недавно, на 5% мы уже сказали, что у нас добыча сокращается, да, газ. Это связано, конечно, с мерой потребления. Так вот, у меня вопрос в связи с этим такой. А, хорошо, каков же выход из этой ситуации? Чем же мы можем нарастить эту инвестиционную массу? Чем мы можем снять вот эту однобокость? Понятно. Вот, для пояснения, да, у нас вот прорывными называют две вещи. Некоторые подмодернизацией понимают инновации, сколково, вот эту часть, да. А другие говорят, нет, модернизация это прежде всего реиндустриализация. Перед уходом на перерыв приведу вам цитату из Привалова. Очень интересно, когда он сопоставлял, что такое инновации и что такое реальный сектор и реиндустриация. Вот представьте себе изюм. Но изюм вы есть не будете. Изюм нужен для того, чтобы его вложить в булку. Тогда булка будет вкусной, хорошей и дорогой. И вполне конкурентоспособной на рынке. Мне кажется, этот образ достаточно ярок. И вот мы после небольшого перерыва начнём именно с этой темы. Какая же модернизация нам нужна? Как нам изюм получить, ну и булку иметь? Спасибо. Мы продолжаем беседу с заместителем директора Института экономики Российской Академии наук, членом-корреспондентом Академии наук, заведующим кафедрой финансового университета при правительстве России. И возвращаемся к вопросу о том, какая же нам модернизация нужна. Вот эти два акцента. Инновации, новые технологии, постиндустриальное общество или реиндустриализация. Или, как третий вариант, как соединить изюм с булкой. Ну, вы знаете, вот совсем недавно, месяца полтора назад, в апреле, да, перед праздниками майскими, на экспертном совете при председателе Совета Федерации был заслушан доклад, который подготовил наш институт, готовил я, руководитель рабочей группы, который назывался так, реиндустриализация российской экономики, императивы, возможности и ограничения, или риски, там, не помню, что это так называлось. Мы там выразили нашу позицию, и, в общем, она на этом совещании экспертам была разделена позицией. Значит, давайте договоримся о словах. Инновации. Что понимать под инновациями? Значит, вот, очень часто понимают какие-то вообще красивые там интеллектуальные игрушки, которые демонстрируют высокому начальству на всяких выставках, ярмарках там инновационных. Вот, говорят, видите, какие у нас инновации. Или Академию наук российскую требует, чтобы она занималась инновациями. Значит, вот, есть статистические сборники, которые мы, экономисты, пользуемся, которые готовят наш комитет по статистике Росстата. И он там показывает, вот, доля инновационной продукции российских предприятий, там, 5%. А как он считает эту долю? Что он понимает под инновациями? Он очень точно отвечает на этот вопрос. Это продукция, работа, услуги, которые, как правило, опираются, так сказать, выпущены, опираются на последние достижения, научно-технические достижения. То есть, на новые технологии. Да, научно-технические достижения. И второе. Внедренные на рынок, на рынке, а не высокому начальству на ярмарке показаны. Ну, понятно. Вот когда... Да, я всегда привожу простой пример. Когда в свое время Советский Союз первым научился спускать космические корабли несгораемо, это был колоссальный научно-технологический прорыв. Но это не была инновация. А инновация, она стала в той экономике, где вот эта система покрытия, это покрытие стало использоваться для несгораемой посуды. Вот это инновационная экономика. А пока это вот в этой узкой области, это достижение техническое, но это не инновация. Вот когда мы говорим, дайте нам инновационную экономику, Мы говорим, переведите экономику на новую научно-технологическую основу, потому что сегодня наши страны, основные конкуренты, это пятый технологический уклад с элементами шестого, а наши обследования показывают академически сегодня российская экономика в основном в четвертом технологическом укладе с элементами пятого. Нам надо шагнуть в следующий технологический уклад. Вот наша задача. Очень хорошо вы объяснили разницу между открытием и инновациями. И поэтому понятно, я думаю, почему Академия наук не должна заниматься инновациями. Но не должна она заниматься рынком. Это проблема бизнеса. Инновации осуществляет бизнес. Ну да, вот Попов открыл радио, да? А почему Марконович? Потому что радио шагнуло в массы. И первая машина паровая у нас была, а запонтовал УАД. И так далее, и так далее. Вот это разница между научно-технологическим достижением и инновацией. А вот как раз из Берлина вопрос. Видите, там мудрённый слушатель сидит, как будто нас слушает. А не скажете ли вы, задаёт она вопрос, сколько новых производств введено в России за последние пять лет? Много ли новых производств? Ну, следует полагать, новых технологических производств. И сколько предприятий провели обновление основных фондов? Прежде всего, станков и оборудований. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Значит, статистики по количеству новых производств просто-напросто нет. Как это? Ну, нет такой статистики. Потому что, понимаете... А как же мы будем отслеживать наши поступки? Да, 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 да. Потому что, как говорится, эти производства и возникают, и уничтожаются. Вот, скажем, интересная статистика. Если я скажу, что первый квартал этого года 450 тысяч предприятий закрылось в стране. Ужасно звучит? Улька? 450 тысяч. Нет, не ужасно. Пока нет другой картины. А сколько открылось? Да практически ничего не открылось. Я ищусь о предприятиях малого бизнеса. Он начал сворачиваться. А закрыли что, большого, крупного? 450 тысяч от малого бизнеса. При всех наших криках о том, что мы хотим его поддержать. А почему? Существует много причин. В том числе, вот это поднятие вот этой вот социальных отчислений. Знаете, да? Социальные налоговые поднятия для бизнеса. И они ушли либо в цену, либо просто бросили это дело. 450 тысяч. А с малого бизнеса? Это просто кошмар. Это уже ставят. Значит, речь идет о другом. Понимаете? Значит, вот прежде всего о технологическом производстве. К сожалению, ситуация выглядит так. Сдвигов по 2013 году данных нет, естественно. Что касается 2012 года, то 2012 год по уровню инновационных товаров, выпускаемых нашей промышленностью, вот мы поняли, да, что такое инновационные товары, работы, услуги, технологии, уровень, или еще есть показатель уровень инновационной активности предприятий и промышленности, которые используют это дело. Знаешь, остался на уровне по выпуску 4-5 процентов, а порядка 10 процентов это инновационно-активные предприятия, в общем числе предприятий, 10 процентов. Это уровень 2000 года. С 2000 года мы крутимся вокруг этой цифры, сдвигов нет. Печально. Более того, я скажу, и это прекрасно видит руководство страны, вот принято год назад программа инновационного развития, стратегии инновационного развития России до 2020 года, и там четко и ясно написано, цитирую дословно, что ни частный, ни государственный сектор не проявляют, ни государственный сектор, не проявляют заинтересованности в инновационном обновлении. Это печально, потому что можно было бы подумать так, ладно, новые производства, но может быть... Это не печально. Для меня это не печально, Армен. Для вас это и научный факт. Для меня это вопрос так, почему? Ну, понятно. Почему не проявляют? Ну, я думаю, что это печально тоже, как для гражданина-то печально. Мы же должны огорчаться со страной. Ну, конечно. Да, но вообще для меня... Мой гражданский долг профессионально заниматься тем, чем я занимаюсь, а это значит... Это печально, были бы честными. ...найти причину этого и положить на стол, сказать, ребята, вот в чем причина. Причина вы сказали, или еще умеете что-то добавить. Нет, вот причина. Почему нет инновационной активности? Почему нет спроса? Проблема в том, нет спроса на инновации. А нет спроса, кто же будет заниматься бизнесом, когда вот эти новые технологии и прочие никому не нужны. Вот вы говорите, нет спроса. Так это не я говорю, это и статистик говорит, и... Вот мне непонятно причины. Нет, понятно. Вот мне понятно. Да, вот расскажите тогда. У меня есть вся гипотеза. Может, я проиллюстрирую из вас же. Казалось бы, да? Да. Когда вот вы привели этот пример, космический аппарат не сгорает, потом появилась посуда, то стало быть... Но не у нас. Ну не у нас, да. Но стало быть, есть спрос на такой, у нас тот спрос возник. Но не у нас. Почему не спрос на импортную посуду возник? Да, но почему наши предприниматели не схватили... Ну, в Советском Союзе можно было объяснить. Засекреченные технологии, ну, понятно, двойного назначения и всё прочее. Ещё как-то, вот хотя бы эти, может быть, почему ВПК не переходило сюда? Хорошо, а в нашем слое почему? Теперь возникает вопрос. Вот что-то там всколково или где-то ещё, но явно создали вещь. Их предприниматели приезжают, потом начинаются. У нас суды за промышленный шпионаж, что передали там китайцам, американцам, ещё кому-то. А они делают бизнес на этом. Так почему наши предприниматели первыми не прибежали и не схватили этого? Хороший вопрос. Да? Да. Вот если бы это было так. Я могу ответить, у меня есть гипотеза, почему наши предприниматели это не делают. Армен, а вы скажите, а зачем предпринимателю вообще технологическое обновление своего производства? Ну, зачем оно ему? Ради прибыли, конечно. О, ради прибыли. А что, прибыль можно получать только путём технологического обновления? Нет, не только. Мы прекрасно знаем, что технологическое обновление, новая продукция, выпуск. Это, для предпринимателей это одно. Инновация – это один из инструментов конкурентной борьбы. Больше ни для чего не нужны. Но это один из инструментов. Причём, что правильно, ведь часто говорится, и в СМИ это звучит, очень рискованный. Один из ста становится Биллом Гейтсом, а что с остальными 999? Понятно, да? Причём, опять-таки, это не новость. Вы понимаете, я могу процитировать Маркса, который писал, «Предприниматели-новаторы в своём большинстве разоряются, и только единицы». Это известно, и к нашей новой очень давно всё. А значит, что вы будете применять этот рискованный инструмент не тогда, когда у вас льготы по этому инструменту, а когда у вас он остаётся последний выход. Не случайно, говорят, у предпринимателей есть три способа банкротства. Один быстрый – казино, другой приятный – женщины, а третий – самый надёжный – новое введение. Это и старая-старая пословица. Так вот, у наших предпринимателей есть и другие способы. Сказать какие? Да. А зачем? Я не свои слова скажу. Я могу процитировать бизнес, выступление нашего бизнеса. Я могу процитировать выступление бывшей министра экономики, а ныне председателя Центробанка госпожи Набиулиной. Я могу процитировать выступление Кудрин на Красноярском форуме, там полтора года назад, когда он был вице-премьером. Наконец-то могу процитировать статью Владимира Владимировича Путина в газете, когда вот эти предвыборные шесть статей, там сколько было, про экономику была статья, где чётко и ясно пишут. Главным инструментом конкурентной борьбы для наших чиновников, для наших бизнесменов является получение государевой крыши. Есть крыша. Всё. То есть поддержка государства. Да, 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 да. Не поддержка, в том-то и дело. Есть поддержка государства. Получение крыши чиновника. Это специфическая российская форма государственника, а не государство. А человек на государевой службе может контролировать в своих интересах. Понятно, ну что же, очень ярко выступает. Причем хочу сказать о том, хочу сказать о том, только не надо ругать. Вот тут, знаете, вот оно такое-сякое у нас государство, вы понимаете? Вспомним Гоголя-ревизор. Помните сценка там? Приходят купцы местные к городничему, к мэру по нынешнему, с подношением. А чего они им подношения несут? Льготы, что ли, какие-то выпрашивают? Нет. Речь шла только об Ростом. Они принесли это стандартное подношение просто за право вести бизнес в этом городе. За льготы речь будет отдельная. Вы понимаете, Гоголь ведь не придумал эту сценку. И я могу произвести вам высказывания и российских экономистов до 17-го года, и 18-го, и российских предпринимателей 19-го века, которые писали в заявлении в своем, тогда был российский, не как у нас сейчас Российский Союз промышленных предпринимателей, а там был съезд промышленников и торговли. И их заявление о том, что власть и вмешательство чиновника становится невыносимым. Это конец 19-го, начал 20-го века. Правильно. И вот борьба с этим... Кстати, успешно боролся. Вот, успешно. А я хочу сказать, что это очень сложная борьба. Потому что вы боретесь за то, чтобы лишить десятки тысяч человек дохода. Правильно? А еще Макиавелли, великие Макиавелли, учители государей, что писал в книге государь? Люди скорее простят смерть отца, чем потери имущества. И Столыпина-то в результате свои застрелили. Не большевики. А судьба Косыгина, который пытался хоть чуть-чуть дать самостояние предприятия. Это интересная история, правда. Поэтому это... И вот единственный инструмент преодолеть такую форму о государствении, мы возвращаемся к тому, что мы начали, гражданское общество. Я в этом убежден. Вы понимаете, это за пределами экономики уже лишит проблемы. Потому что гражданское общество, это не только экономическая проблема. Спасибо. Спасибо. Извините за длинный ответ. Нет, это очень интересный и хороший вопрос. Хороший вопрос, потому что был, Армен. Вопрос у наших слушателей. Замечательный слушатель у нас. Я должен сказать, что для ученого вы просто замечательный публицист. У вас вот академическое издание. Ну, я же лектор перед студентами. Я же должен студентов держать. А можно еще одну, а совершенно коммунитарную тему тоже в одном из толстых журналов, сейчас не помню в каком, такие вот рассуждения о том, что вообще Россия такая страна убугая по части промышленного производства и экономического роста только по одной простой причине. Что вот калевинистская протестантская этика, которая предполагает, что если человек успешен, то он ближе, как говорится, к истине. И поэтому показатель его внешних успехов он говорит о его избранности, о том, что он избран Богом для спасения. Добрые дела, злые не играют за роли. Это, ну, в таком квинтэссенции, в такой, это, конечно, кальвинист. А вот православие, оно такое всеми бедных, несчастных жалело. Материальная сфера не имела такого примата, да, как бы. Во всем материальном русские видели некоторую условность, понимая зыбкость всего, материального временности и прочее. И вот во всем виновата, дескать, психология русского человека, православие, конечно, все в одну кучу. И говорят, ну, покажите нам там пример, когда Россия бы проявила себя. Вот скажите, что можно, то есть изначально духовно-генетически, психологически-генетически, если хотите, психотипно, Россия не может просто стать экономически успешной державой. Понимаете, в чем дело? Чтобы ответить на эту вот такую постановку, во-первых, надо договориться. А что мы имеем в виду под экономическим успехом? Вот скажите, вот для вас, Армен, есть разница, у вас айфон 4 или айфон 5, вот телефон мобильный? Ну, есть. Есть? Есть. Неужели он принципиально отличается от 4? Нет, он не принципиально, но скородействие, да, экран поярче. Ну, принципиально нет. То есть я мог бы работать с 4. Понимаете, мы действительно строим общество потребления, когда производится для того, чтобы потреблять. Вот машина должна 3 года отъездить и купить и новую. Вот хоть умрите. А, ну, в этом смысле да. Не остановиться. Вот у нас, вот есть такой старейший, кстати говоря, в России институт гражданского общества, самый старейший в России, это вольное экономическое общество России. Учуждённое ещё и Елизаветой. Вот я имею честь после Леонида Ивановича Абалкина вести круглый стол под названием «Экономический рост России. Раз в квартал». Вот у нас в сентябре будет такой круглый стол. Тему я заявил такую. «Экономика и счастье». А до этого у нас был круглый стол о внеэкономических факторах экономического роста. Внеэкономических, точнее, факторах экономического роста. Вот то, о чём вы заговорили. Цивилизационные особенности. Значит, вы абсолютно правы. И, кстати говоря, для российской школы экономической мысли от самого её, как говорится, возникновения. И Витта тот же придерживался этих взглядов, можно процитировать неоднократно, что пока наша мысль экономическая не будет опираться на особенности национального русского грунта, мы будем лишь общие места повторять. Ничего большего мы не сделаем. Да, действительно. Ведь мы говорим, не случайно различаются цивилизации, различаются мышлением, образом жизни, поведением, в том числе и экономическим. И потребительским. Да. Но я приведу для себя простой пример. Я, например, лично столкнулся, когда в своё время, когда был командиром студенческого строительного отряда ещё в далёкие 60-е годы в Северном Казахстане. Вот три колхоза. В одной системе работают, экономической, партийно-политической, какое угодно. Один преимущественно казахский, один преимущественно русский и один преимущественно немецкий. Знаете, переселяли немцев по Волжи туда. Да. Ну, я думаю, всем понятно, что не только общественное хозяйство... Итоги этого социалистического соревнования понятны, да. Личное подворье отличаются. Ну, понятно, да. Я путешествую по Лене, плыву по лодке, встречаю рыбаков, которые говорят, а мы немцы. Да они из-под... Когда-то Питера туда высылали. Ну, они по-немецки знают примерно, как я. Сидят и уютят на реке Лена. Но их зимовьё, поверьте, молодые ребята, совсем молодые ребята, их зимовьё отличается от многих других зимовьёв, которые я проходил. Ну, зимовьё это из ВУШ, которые ставятся там и так далее. Я про зимовьё говорил. Ну, ладно, зимовьё. Ну, я говорю зимовьё, как по местному говорю. По местному, да. По их местному. Я уже готовлюсь к новому маршруту. Вот. Так что вы это правы. И здесь есть серьёзная проблема. А может быть, мы неправильно ставим задачу. Мы должны стать самой передовой научно-технологической державой. А может быть, нам на имитации поработать? И давайте определимся. А что имитировать будем? А вот то, что делает Китай. Ведь Китай уже хорошо имитирует. То есть, имитировать материальные достижения экономики. На импорте. Но при разумном подходе. Другой вопрос. Мы должны быть абсолютно импорта независимы. Это не подлежит обсуждению. Импорты технологические импорты независимы, скажем, по оборонно-промышленному комплексу. Потому что мы сейчас видим, хотим купить пятикоординатный станок. Нам говорят, стоять, ребята. Стоять. Не продадим. А какую продукцию, которую можно использовать и в военных заводах, и на таких оборудованиях. Нам говорят, Только мы в контракте оговорим, что оно будет стоять вот только на этом у вас заводе. Да ещё GPS туда поставим, отслеживать будем. Поэтому мы должны быть и все страны соответствующие и импортно-независимые. А продовольственная независимость не так важна? Да нет, продовольственная независимость тоже важна. Но её можно по-разному, так сказать, обеспечивать. Поэтому вот для себя выбрать. Вот давайте, мы должны быть здесь, импортно-независимым. А дальше вопрос. Вот я не убеждён, что каждые три года человек должен менять автомобиль. Ну, вы знаете, вот тем не менее... Не упираемся мы тут в другие ограничения. В экологические, ещё какие-то, с таким безудержным развитием потребительским. Да. Возвращаясь, ну, на самом деле, то, что я вам привозил такую вот тезу-антитезу с протестантизмом и с духовным складом. Да-да, Европа вот такая. Она очень распространённая. Он не мне принадлежит, я её просто воспроизвел. Да, я поддерживаю в каком-то смысле. Но был период в нашей истории, в русской, который, кстати, оценивался в Европе как такой период семимильных шагов России на поприще материального именно развития. Ну, это делалось и в Германии, Бисмарк говорил. Это была именно деятельность Столыпина, о котором мы упоминали. И ведь в советский период очень много соотносилось с 13-м годом. То есть был период дореволюционного промышленного роста, пусть с изъянами, конечно, с бюрократией, но рост был достаточно стремительный, и динамика была весьма внушительной. Правильно. И если бы не войны, а потом что последовало, да? Да, да. Потом это дерево, как бы так, рубанули. Хорошо так. Стремительно развелся сельской. Кстати, минуты с режима России в тянули войну-то. Не большевики ее в войну втянули, да? 14-е годы. Ну, это сложный вопрос. Мы сейчас не по истории будем говорить. Там, судя по всему, Россия неизбежно втягивалась в войну. Вот я и говорю. Но вы правы, да. Я хочу к экономике вернуться, поскольку, как вы знаете, были записки специальные, что если Россию сейчас не остановить в ее развитии, она будет доминировать над всей Европой. Это считал и Вильгельм, это считало его ближайшее окружение. Поэтому Россию втянули в войну, и она сама, конечно, в нее втянулась. Вы правы. Так вот, я о другом. Я сейчас об экономической составляющей. Ведь даже вот все эти размышления глубокомысленные, появление большевизма экономического, Сорокина и всей школы последующей, вот она тогда и родился, русский экономизм, да, потому что был предмет изучения. Промышленность России уже поднялась настолько, что можно было теоретизировать, как бы, глядя на то, что в России происходит, сопоставляя с тем, что происходит в Европе, в мире, уже Россию вписывали в глобальный экономический, мировой процесс. Правда? Это и есть свидетельство того, что Россия действительно поднялась на уровень тех держав, приблизилась к ним, если хотите, когда они стали ставить знак большого вопроса перед будущим России. Значит, не все так возможно в национальном русском психотипе плохо в отношении промышленного производства. Или я ошибаюсь? Нет, все абсолютно правильно. Но, мне интересно, а почему приводит такой небольшой отрезочек, там, 5-7-летний, да? Да, пожалуйста. Кому можно привести гораздо больше отрезок, 30-е годы, десятилетие ускоренного экономического роста России. Правильно? Когда мы превзошли уровень 13-го, ушли далеко вперед. Ну, скажу, почему. Был такой? Почему? Ну, потому что, может быть, за счет того, что это было очень, за счет больших жертв и потрясений. И, заодно-то, Петра Первого тоже можно вспомнить, первая промышленная революция в России. Ну, Петра Первого, пожалуйста, поподробнее. Поподробнее? Только я, однако, тогда напомню, что во время Петра Первого Великого по всем подсчетам население России уменьшилось на 30%. Да. Это так, да? Историки говорят. Это правда. Ну, Тем не менее, почему-то великий остался. Но в этот период, поэтому я выбрал период, в котором не было, да, было нищета, но не было таких катастрофических последствий. Рост. Цена роста не была такая катастрофическая. Ну, цена роста, да. Значит, речь идет о том, но, тем не менее, цена роста оказалась такая, что Первую мировую мы после роста проиграли, а Вторую мировую все-таки выиграли после того роста. Успели создать базу, Давайте не будем, а Первую, это очень сложно. Да, сложный вопрос. Когда вас придают и спину вам втыкают, значит, большевизм, то это... понятно. К 16-му году армия России, между прочим, по оценкам Черчилля, как вы знаете, все было готово для победы России, она преодолела снарядный голод, она вышла из кризиса военного производства. Я не буду спорить, не историк, я просто хочу сказать. Понимаете, ведь вы совершенно правы. Вопрос, откуда в России появилась основа промышленности машиностроения по импорту. Правильно? Но мы не могли на голом месте. Мы создавали свою промышленную базу по импорту. Кстати говоря, то же самое происходило в 30-е годы. Полови... Вот в 30-е годы, тут я точно знаю, 50% половина всего мирового экспорта машиностроения, станкостроения, в Россию шло 30-й год. То же самое было по импорту, и это замечательно. Но только давайте вспомним, что любая продукция на рынке это всегда вчерашний день научно-технической мысли. Вы ее пока купили, там уже сделано в чертежах уже другое, ну и понятно. И пока вы ее освоили, появилась на рынке более совершенная продукция. Вот я и говорю, так может быть для России нормально по технологическому уровню быть мощной, но второй державы не стадуется первой, не надо вкладываться, история нам не показывает, что мы когда-то были так. Прорывы мы делали. Интересная мысль, да. А в области науки фундаментальных наук? Да, нет. Виво-академия. Но есть там те места, где мы должны быть передовые по научно-технологической. ВПК, еще ряд вещей, сейчас не будем о них углубиться. Или фундаментальная наука, конечно. Фундаментальная наука, понимаете, в силу чисто геополитического положения России мы вынуждены не узко развивать фундаментальную науку, а достаточно широким фронтом. Это геополитическое положение влияет на нас. Поздравляю вас с новыми выборами в Академии. Спасибо. Еще раз хочу сказать виво-академия, виво-профессоры в вашем лице. Спасибо за интереснейшую беседу. Я напоминаю, наш гость, заместитель директора Института экономики Российской Академии наук, член-корреспондент этой Академии, и он же заведующий кафедрой финансового университета при правительстве России. Спасибо большое вам. Спасибо, Арбей. Успехов вам научных. Нет, сначала давайте по отпуску поговорим. Я жду отпуска. Визави с миром. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова